Антон Павлович Чехов Ванька Читает Геннадий Постригайло Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку за ржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. — Милый дедушка Константин Макарыч, — писал он, — и пишу тебе письмо. — Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался. Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда, Константин Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живоревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижный старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками. Ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кабелек вьюн, прозваны так за свой черный цвет и тело длинное, как у ласки. Этот вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше него не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уже не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю поролят до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притоптывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку. — Табачку нежь нам понюхать, — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит. — Отдирай, примерзла! Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженная отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная, воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья, посеребренные инием, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умакнул пером и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосье на двор и отчесал шпандарем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке, и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста. А она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Под мастерие надо мной смеются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы. А хозяин бьет чем попадя, а еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши, а к вечеру тоже хлеба. А чтоб чаю или щей, то у хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях. А когда ребятенок их не плачут, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божескую милость. Возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру. Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. — Я буду тебе табак тереть, — продолжал он. Богу молиться, а если что, то сяки меня, как сидорову козу. А если, думаешь, должности мне нету, то я, Христа ради, попрошусь к приказчику сапоги чистить. Али за место Федьки в подпаски пойду. — Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею. А Москва — город большой, дома все господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают. А раз я видал в одной лавке на окне, крючки продаются, прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сама удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие, на манер бариновых. Так что, небось, рублей сто каждая. А в мясных лавках и тетерева, и репцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, мол, для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время, и дед крякал, и мороз крякал, а, глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим ванюшкой. Молодые елки, окутанные инием, стоят неподвижно и ждут, которые из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть. — Держи, держи, держи! Их, ох, куцый дьявол! Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку легенцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. — Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа, пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя, все плачу, а на медне хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. Пропащая моя жизнь хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. — Милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес. — На деревню, дедушке. Потом почесался, подумал и прибавил. — Константину Макарычу. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка, на печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом.